Доклад Убокужаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад «Ретроспективный анализ результатов трансназальных эндоскопических операций у детей с опухолями параменингиальной локализации». Доклад сделан на основе работы 1-го хирургического отделения научно-исследовательского центра имени Дурнова, руководитель отделения, академик Поляков Владимир Георгиевич. Данная тема является интересом нашего коллективного исследования в течение уже более 7 лет. И, как видите, это исследование является актуальным до сего дня, потому как в международном документе консенсусном вопросам педиатрической хирургии опухоли и основания черепа уделено всего лишь две странички. Поэтому наше исследование в какой-то степени и наша работа в какой-то степени пытаются расширить знания в этой области. Итак, из данных большого исследования до 2018 года мы видим, что на тот момент мы прооперировали 72 человека, из них 54% мальчиков, 46% девочек. Всего детей распределения по возрастным группам вы видите на слайде. И наши результаты показали, что безрецидивная выживаемость в группе со злокачественными опухолями более 5 лет у детей составила 56%, а с доброкачественными 86%. Таким образом, мы пришли к ситуации, когда эти дети так или иначе являются сферой наших интересов, дальнейшего наблюдения, лечения, возможности оказания какой-то посильной помощи. А самое главное, мы столкнулись с тем, что эти дети переходят в разряд соматических больных по очень многим аспектам, касаемым патологией верхних дыхательных путей и конкретно от оринолерингологической патологии. Несколько слов. Я коснусь основой хирургии околоносовых пазух, чтобы было понятно, что формирует наш круг интересов в тот период, когда ребёнок переходит на диспансерное наблюдение и лечение. После операций у соматических больных функции пазух могут восстанавливать свою функциональность. Ещё в 1990 году Штамбергер выдвинул такой тезис, что зачастую малые вмешательства оказываются более эффективными даже в случаях такого массивного заболевания, как риносинусид. Ну вот на примере показана ринологическая КТ-картинка через 3 месяца после оперативного лечения. И проходимость, как всегда, устанавливается хирургически адекватно. Но в процессе дальнейшей деятельности от оринолерингологи столкнулись с ситуацией, когда не всегда радикальная хирургия даёт хороший результат. Вроде бы пазуха открыта, но не функционирует, отсутствует так называемый мукоцеллярный транспорт, и слизь не эвакуируется из пазух. Так в чём же идёт не так? Это что? Возврат хронического заболевания, техническая ошибка хирурга, развитие гиперфенделяции или задеты структурные участки функционально важного ресничного эпителия. Здесь мы видим, что на тот момент исследования показали, что все четыре параметра имеют значение. Теперь следующий вопрос, который уже исследовали к тому моменту врачи, это состояние анатомии клинических значимых анатомических структур после фэс-хирургии. И в первую очередь обратила на себя ситуацию, когда исследователи столкнулись с таким явлением, как катастрофическое уменьшение активного эпителия, слизистой оболочки носа в области клинически значимых структур. Это структуры остеомиотального комплекса, структуры верхней медиальной поверхности нижней носовой раковины, латеральной и нижней поверхности средней носовой раковины, а также структуры полости верхнечелюстных пазух, которые обеспечивали движение слизи от преддверия носа к хуанам. Также было сформировано такое понимание, что затруднения при лечении рефракторного хронического риносинусита, вызванного стафилококком ауреус, могут быть связаны с ускоренным ростом биоплёнкрии при пониженной концентрации окиси азота. Дело в том, что действительно формирование биологических плёнок при традиционных хирургических манипуляциях, предложенных ФЭС-хирургии, в общем-то, меняло соотношение окиси азота в верхней челюстной пазухе и приводило к снижению антимикробной защиты. В 2008 году группа китайских коллег обосновала, вот на этих картинках видно тезис о том, что газообмена активного в пазухах нет, и туда попадают только лишь молекулы с помощью диффузии. Вот здоровые пазухи показаны, и перед вами пазухи после операции. Здесь распределение воздуха до операции, отсутствуют сигналы и после операции. Таким образом было доказано, что окиси азота выполняет защитные функции в пазухах и полости носа. За счёт того, что это сильный окислитель, окиси азота потенциально имеет антибактериальные, противогребовые, вроде вирусные свойства, а концентрация в верхней челюстной пазухе существенное влияние и влияет на бактериостатический эффект. В то же время окиси азота стимулирует мукоцеллярный транспорт, вызывая повышение частоты биения ресничек и обеспечивает стимул транспорта сахаринов, то бишь золи, которые находятся в составе носовой слизи. Неская концентрация окиси азота коррелирует с угнетением мукоцеллярного транспорта. Вот, исходя из этих параметров, мы столкнулись с теми изменениями, которые мы наблюдали у наших пациентов маленьких, после того, как они были практически излечены от злокачественных новообразований. И в результате, вы помните, это имело место у 56% наших пациентов, имели морфологические изменения. Это, в первую очередь, сдвиг отношения секреторных клеток к ресничным в пользу формирования бакаловидных клеток. Если в норме такое отношение было 3 к 4, то после хирургии, подобной, которую мы применяли, формирование происходило 1 к 10. То есть возрастание бакаловидных клеток и замена повреждённых секреторных клеток происходило в 10 раз. Слизистая трансформация стерозно-слизистых желёз, которая заменялась соединительными тканными структурами и дегенерация с последующей потерей ресничек. Функциональные изменения эпителия коснулись, в первую очередь, изменения высоты перицеллярного слоя, который приводил к застою слизи и формированию корочек, снижение активности мерцательной эпителии, которая усиливала этот эффект, изменения реологических характеристик, которые делали во многих случаях формирование корки нетранспортабельной, неадекватными ресничками эпителия. Нарушения носового дыхания, синехии и корочки встречались в случае недостаточности мукоцеллярного транспорта, а хроническое воспаление струистой оболочки полости носа и оконосовых пазухов явилось результатом присоединения вторичной бактериальной инфекции, изменения архитектоники полости носа и оконосовых пазух. Также в этой ситуации нужно учитывать, что наши пациенты имеют в определённой степени изменение иммунного статуса и другие причины, которые ещё следует изучить. В наше исследование мы продолжаем оперировать детей трансназально-эндоскопически, и в то же время у нас появилась группа детей, которых мы уже прооперировали на этапе диспансерного наблюдения. После выписки из нашего учреждения они к нам обращались в последующем. Это 35 таких детей, при том, что детей, которых мы продолжаем оперировать трансназально по поводу ведущего заболевания, уже 102 человека. Итак, с какими же болезнями мы столкнулись у детей в этом диспансерном наблюдении? В первую очередь, это хронические риносинуситы, синехи, спайки, деформации анатомических структур и аллергические риониты. Эта группа пациентов составила 70 человек из тех 82, которых мы наблюдали в результате нашего исследования. Из 102 прооперированных. Аллергические риниты актуальны, но в то же время следует обратить внимание. Казалось бы, деноидиты — это редкие заболевания у наших пациентов, но они, как и хронический тензилит, у нас встречались в пяти, соответственно, семи случаях. На наш взгляд, логическим продолжением бессимптомных хронических риносинуситов является симптомный хронический тубоатит, проявляющийся в первую очередь как дисфункция слуховой трубы с периодическими отитами, так и с формированием хронического среднего отита, который включал в себя, соответственно, 4-3 случая. А также мы имели дело с тремя пациентами, в которых имелась патология слезного канала. Итак, реконструктивно-пластический таб. Прооперировано 35 детей, в первой возрастной группе двое, во второй 21 человек, и в третьей 12. Нужно сказать, что хирургия данных пациентов — это хирургия, которая столкнулась с последствиями первичного хирургического вмешательства на этапе лечения основного заболевания в анамнезе от 2 до 3 лет. И тогда мы констатировали, что вовлечение в опухолевый процесс встречается у 97 пациентов, вовлечено в процесс больше одной полости. Это полость носа у 35 пациентов, верхняя челюстная пазуха у 28, клиновидная пазуха у 20. Также у 14 пациентов была уличена носоглотка, орбита у 10, лобные пазухи у 9. И также отмечалось интракраниальное распространение у 9 детей. Нужно сказать, что эти цифры абсолютные, они не отражают ситуацию. Как правило, мы имеем дело с пациентами, у которых процесс возникал в какой-то из анатомических областей, допустим, в верхней челюстной пазухе, и выходил и в полость носа, и в клиновидную пазуху, и в носоглотку. Поэтому данная табличка является сложной для восприятия, но в какой-то степени она позволяет нам предвидеть, с какой патологией, с каким объёмом хирургической активности мы сталкиваемся в последующем, устраняя хирургическим путём причины заболеваний, с которыми дети сталкиваются уже на этапе диспансерного наблюдения. Итак, особенности оперативных вмешательств на этом этапе у 35 человек — это типичные протоколы в нетипичных ситуациях. То есть мы делаем методически и резекцию крючковидных отростков, и резекцию решетчатого лабиринта, и ревизию основной пазухи лобной, и лотроп-2 и 1 операций. Но в то же время эти операции, являясь стандартными, носят те или иные особенности. Какие же особенности они носят? Это особенности, в первую очередь, возрастного характера. Архитектоника лицевого скелета детей очень сильно меняется в процессе роста ребёнка и формирования тех или иных пропорций в анатомических структурах. Относительная радикальность оперативных вмешательств предполагает, что хирургическое лечение направлено для того, чтобы каким-то образом оптимизировать или облегчить состояние пациентов и возможности ухода за прооперированными полостями. Объём операций всегда включает два и более анатомические области. Реконструктивно-пластический этап ФЭС предполагает восстановление функций морфологии эпителия у колоссовых пазух, условия улучшения вентиляции. Вентиляция, как термин, здесь применяется в кавычках, потому что уже больше мы говорили о том, что фактически вентиляция не происходит в норме. Эта вентиляция появляется до года, когда мы провели операцию. Значит, в нашей ситуации мы действительно имеем дело с вентилируемыми полостями, которые могут быть нарушены швартами, спайками или всевозможными деформациями после операционного заживления полости. Условия улучшения оттока слизи и околоносовых пазух являются важными при операциях также, которые являются первым шагом в комплексных лечебных мероприятиях. Итак, как же мы ухаживаем в послеоперационном периоде за этими детьми в перевязочной? Что мы должны сделать? Это в первую очередь предотвратить гиперпластические изменения эпителия за счёт частых перевязок, которые, конечно, в наших условиях приходится делать под наркозом. И это серьёзное нарушение очищения ресничного эпителия, который повреждён, и, как мы говорили, уже выше его в 10 раз меньше во многих случаях. Повреждение эпителия, нарушение непрерывности слизистых оболочек, когда слизистая оболочка меняется рубцово-изменённой и морфологически уже не выполняющих свои функции. А также типичная тканевая реакция после ФС-операции в месте вмешательства, резко выраженные отёки и экссудация тканей. Всё это, если с этим не бороться, то мы получим рецидив тех жалоб, которые пациенты высказывают нам. И ещё важным, на мой взгляд, является использование навигационных станций. В нашем случае мы из 35-32 детей во время операции использовали навигационную поддержку. Мы имеем возможность применять электромагнитную навигационную станцию. И, на наш взгляд, это является достаточным и обязательным условием использования. Если это есть возможность, если в оснащении отделения или у врачей судьи это есть станция, то её нужно максимально воздействовать, потому что это всегда вторично изменённая полость. Несколько клинических примеров. В конце доклада это ребёнок, мальчик, был прооперирован в 14 лет по поводу винильной ангиофибромы. Основание черепа здесь имелся большой очаг, узел и интраназальный, и носоглоточный. Вот это вот область уже основания черепа разрушена. Здесь вы видите левая половина основной пазухи с деформацией. Всё удалено. Это вот фотография через два года после операции. В 16 лет он к нам приехал. У него отмечается сформированная рубцовая недостаточность в соусе с верхней челюстной пазухой, с соимённой стороны, с хирургическим вмешательством. И он был прооперирован по поводу верхней челюстного хронического синусита. Девочка, 4 года, была оперирована по поводу рапды миосарковой медиальной промышленности глаза, трансназальным доступом. Вот эта вот область прибыла к нам через два года с излечением. И мы прооперировали тмоэдотомию, провели так, как всё время ребёнок страдал патологией верхней челюстной пазухи со стороны операции и решили, что лабиринт до двух сторон. Провели тмоэдомаксилотомию и достигли клинического результата. И перед вами ребёнок, мальчик тоже, 15 лет, в состоянии после ювенильной ангиофибромы удалённой и имел заболевание, связанное с хроническим воспалением. Решили, что лабиринт с обеих сторон оперированы эндоскопически, получили эффект. Итак, в заключении я бы хотел сказать, что данный доклад является пилотным, большим исследованием, которое мы планируем продолжить. И на данном этапе можно сказать, что в послеоперационном наблюдении от элеринголога нуждается 100% детей, перенесших трансназальное удаление опухоли, параменингальной локализации. Адекватное ведение послеоперационного ухода за раневой полостью является важным фактором профилактики и неблагоприятных исходов на диспансерном этапе. Спасибо за внимание. Продолжение следует...